Всем привет. Чиуауа, штат на севере Мексики, граничащий с американскими штатами Нью-Мексико и Техас. Первый по площади, 247 087 километров. Штат Мексики. Население, 3 406 465 человек. По данным на 2010. Административный центр штата, город Чиуауа. В административном отношении подразделяется на 67 муниципалитетов. Штат получил название от своей столицы, города Чиуауа. Считается, что название Чиуауа произошло из языка Науа, но его точное значение неизвестно. Основные гипотезы, сухое место или между двух рек. Чиуауа, самый большой по площади штат страны, занимает почти 12,6% от общей территории Мексики. Граничит со штатами. Сонора, на западе. Синалуа, на юго-западе. Дуранго, на юге. И Кауила, на востоке. А также со штатами США. Техас, на северо-востоке. И Нью-Мексико, на севере. Геологические территории штата делятся на три основных региона. Горы, равнины, долины и пустыни, расположенные соответственно с запада на восток. Разнообразие геологических регионов служит причиной большого разнообразия климата штата и его экосистем. Главный горный хребет штата, Сьерра-Мадрия Западная, достигает высоты в 3300 метрах. Гора Сирома и Нора. Горы занимают около третьей площади Чиуауа, климат в горах зависит от высоты над уровнем моря. Склоны гор покрыты хвойными лесами, здесь произрастают различные виды сосны, дуб, пихта, фикус, эпомея, акация и другие. На более низких высотах преобладает степная растительность и кустарники. Типичные представители фауны гор. Мексиканская лисья белка, антилоповый заяц, ошейниковый пекаре, енот полоскун, мексиканский скунс, белохвостый олень кабан, чернохвостый олень, американский бизон, пума и другие. Равнины и предгория Сьерра-Мадре составляют местность, известную как Мексиканская Нагорье. Данный регион имеет степной климат, что служит переходной зоной между горами на западе и пустыней на востоке. Степи – наиболее важный сельскохозяйственный регион и наиболее густонаселенная территория. Пустыни занимают также около третьей территории штата. Пустыня Чуала продолжается на территории соседнего штата Кауила, а также по другую сторону границы, на территории американских штатов Техас и Нью-Мексико. Пустыня – относительно плоская территория с несколькими небольшими горными хребтами, протянувшимися с севера на юг. Климат южной части пустынь немного прохладнее, чем северной из-за более высокого положения. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы, пустыни Чуала отличаются наибольшим биологическим разнообразием среди пустынь мира. Местная флора включает в себя агаву, ларио, юку, кактусы лофофора, опунцию, эхиноциериус, гелоциериус, злаковые растения и другие. Типичная фауна пустынь. Степной кролик, чернохвостый заяц, кактусовый хомячок, мексиканский скунс, американская лисица, белогорлый лесной хомяк, бледный гладконос, койот. Главная река штата, Рио Кончес, приток Рио Гранде, течет через значительную часть штата с юго-запада на северо-восток. Согласно переписи 2005 года население штата составляет 3 241 444 человека, делая Чуала 11 самым населенным штатом Мексики. Гендерный состав. 1 610 275 мужчин на 1 631 169 женщин. Средний возраст населения – 25 лет, средняя продолжительность жизни – 75,2 лет. Шестое место в стране. В Чуала самая низкая в стране плотность населения – около 12 человек км. Население расселено неравномерно. Почти две трети населения сконцентрировано в городах Сьюдат-Хуарес. Миллиона трехсот одной тысячи четырехсот пятидесяти двух человек. И Чуала – 748 518 человек. Другие города с населением – более 100 тысяч. Человек. Параль – 101 147 человек. Сьюдат-Куэу-Темок – 105 725 человек. Иделисиес – 108 187 человек. Доля городского населения достигает 76,5%, делая Чуала одним из наиболее урбанизированных штатов страны. Для штата характерна высокая доля эмиграции. Так с 2000 по 2005 год около 50 тысяч человек эмигрировали из Чуала в США. В то же время еще более высока доля эмиграции в штат из более южных штатов Мексики, а также из стран Центральной Америки. Уроженцы Центральной Америки зачастую находятся здесь нелегально, большинство из них сконцентрировано в городе Сьюдат-Хуарес. Чуала имеет одну из самых высоких в Мексике долю белого населения. Почти 55% составляют лица испанского, французского, баскского, итальянского, немецкого, голландского происхождения. Остальное население – метисы – доля индейцев невелика, всего около 5% от населения штата. Крупнейший индейский народ штата, Тараумара, проживает на значительной территории Сьеррам-Адре-Западное. Также здесь проживает некоторое количество индейцев Пима, главным образом в окрестностях городка Тимасача. Католики составляют 84,6% населения Чуала, доля протестантов – 7,1%. Самым большим по площади является муниципалитет Аумада – 11457 километров. А самым маленьким – Санта-Барбара – 346 километров. Самым многочисленным, по данным переписи 2010 года, является Хуарис – 1,332,131 человек. А самым малочисленным – уехатитон – 1049 человек. Образование. Согласно данным Национального института статистики и географии Мексики, Энэджи, 95,6% населения штата в возрасте более 15 лет умеют читать и писать по-испански. 97,3% детей в возрасте от 8 до 14 лет также могут читать и писать по-испански. Примерно 93,5% населения в возрасте от 6 до 14 лет посещают образовательные учреждения. Высшие учебные заведения включают Институту Текнологика де Чивава. Аниверседат Атонома де Чивава ЕС. Институту Текнологика УАйде и Студия Сапариарес де Монтерей, Кэмпус Чивава ЕС. Аниверседат Ла Сейл ЕС. Аниверседат Текнологика де Чивава ЕС. Преступность. В Чивао один из самых высоких в западном полушарии уровень убийств. 134 на 100 тысяч человек. В последнее время Сьюдат Хуарес служит местом наиболее жестоких в Мексике столкновений между наркокартелями. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok